Фамилия моя. Русская Сенцов. Все очень просто. Сижу дома. Скучаю. Раз, звонок. Поднимает трубку Владимир. Серега, ты как насчет того, чтобы сыграть в театре главную роль? Ну, я как человек, который привык сразу же бросаться в бой, сказал им, я согласен. И не пожалел об этом, потому что я прочитал книгу ПШ Дмитрия Ихара, и мне, можно сказать, мне подтвердилась истина того, что сейчас происходит в этом мире, в этой жизни. То есть, вот встретил я друга, он богатый, у него все прекрасно, денег куры не клюют. А прихожу к нему, ты что, что с тобой? Он говорит, Серега, не понимаю, все есть, все есть. А душевного покоя, просто нет. И спится на чайник. Постоянные думы какие-то нехорошие. Ну, я предложу ему пойти на наш спектакль. Думаю, что после спектакля он найдет себя в этой жизни. В тексте нужно понять смысл. Когда понимаешь смысл этого текста, то он тебе легко ложится на твой жесткий диск, если говорить компьютерным языком. Все просто прекрасно, все великолепно. Все относятся ко мне хорошо, я ко всем отношусь хорошо. И работать от этого просто легко, просто легко. Если он хороший зритель, это не может пугать. А если он плохой, я его сам испугаю. Я вот сейчас хожу на репетиции. И я вам скажу, что многие слова, которые я учу как текст, Понимаете, я их уже применяю в своей жизни. И применяю причем так, как надо. То есть получается, что это мой текст. Он написан для меня, если он мне понадобился в моей жизни. В голове было много напутанного. Всего-всего-всего. Ну, с возрастом, может быть, я постепенно во всем разобрался. Ну, у меня хороший учитель был, есть. То есть был и есть, естественно. Леонид Аркадьевич Колесников. Это просто мой прекрасный учитель, который меня учит везде, всегда и всему. Большой поклон ему за это. Учитель должен быть у всех. Гуру должен быть у всех. Потому что если нет учителя, и человек неправильно себя ведет, и некому ему подсказать, что он неправильно себя ведет, то это заканчивается очень плохо. Ну, я думаю, что возрастной потолок в этом спектакле, ну, начиная, конечно, от 20-ти, наверное, 5-ти лет, когда человек начинает думать. И дальше, до самой кровавой доски. То есть, когда человек начинает думать, когда он понимает, что происходит вокруг него, когда он начинает задумываться, правильно ли он это делает, или нет, вот тогда, я считаю, этому человеку нужно идти на наш спектакль. Просто он еще раз убедится, что да, это в жизни существует. То есть, если в театре вот это существует, значит, в жизни это существует. Ну что ж, ребята, я рад, что вы все живы. Спасибо вам за все. Спасибо.